В Приморском крае школу незаметно переименовали в честь погибшего в Украине боевика ЧВК Вагнера. На это обратила внимание русская служба Би-Би-Си. Евгений Орлов воевал в Донбассе и Сирии еще до полномасштабного вторжения. На сайте школы, которая взяла его имя, сказано, что Орлов – герой России. Хотя такой награды, как уверяет семья погибшего, Вагнеровец не получал. Также в соцсетях появилось видео встречи другого наемника ЧВК с московскими школьниками. Рассказываем, как детей знакомят с завербованными боевиками. Очень важно. Война может коснуться каждого из нас. Давайте поаплодируем ему и внимательно послушаем. Еще год назад российские школы приглашали на уроки ветеранов Великой Отечественной войны. Теперь перед учениками выступают наемники в балаклавах. Современные герои – так представляют боевиков детям. На этом видео мужчина в маске рассказывает десятиклассникам московской школы про ЧВК Вагнер. Мы тяжкие, крутые, хорошие, добрые. У нас хорошо. Во время выступления Вагнеровец рекламирует службу по контракту и раздает школьникам анкеты «молодого бойца». В них подросткам в том числе предлагается ответить на следующие вопросы. Есть ли родственники в недружественных странах, готов ли защищать родину. А также указать, есть ли у ребенка военные навыки. Умение стрелять, оказывать медпомощь. Телеграм-канал «Любови Соболь» сообщает, что у боевика был с собой пистолет. Встречи военнослужащих со школьниками проводятся регулярно, с вагнеровцами пореже. А новости о таких мероприятиях потом, как правило, стыдливо удаляются. Вот осенью учреждение Краснодарского края в рубрике «Интересная встреча» написало, что почетным гостем у учеников третьего класса стал боец ЧВК Вагнер. Мужчина в камуфляже, балаклаве и кепке с эмблемой ЧВК был на уроке разговора о важном, который с сентября этого года проводится в каждой российской школе. После шума в СМИ новость с сайта школы убрали. Но имена некоторых наемников в учебных учреждениях все же увековечивают, хоть и с нюансами. Так во Владивостоке переименовали школу в честь погибшего на войне в Украине бойца ЧВК Вагнер Евгения Орлова. Сделали, правда, это настолько незаметно и без торжественной церемонии, что семья погибшего боевика узнала о переименовании только спустя полгода от журналистов. Как отмечает русская служба Би-Би-Си, Вагнеровца представили как героя России, хотя у него такой награды не было, только посмертный орден мужества. Вот уйдешь завтра с ним, я здороваться не буду. Никто, ноль. Куда не доходят берцы боевиков, там суровое патриотическое воспитание проводят педагоги, а заодно выискивают юных врагов. На этом видео бывшая директриса, а ныне учительница одной из школ в Пермском крае, грубо отчитывает восьмиклассника за то, что тот опоздал на конкурс ко дню защитника Отечества 23 февраля. Ублюдок и все. Предатель. Таких знаешь, сколько сейчас в Украине? Вот сюда, вот, висок. С детьми, открыто выступающими против войны, церемонится еще меньше. В феврале, в годовщину начала полномасштабного вторжения, 17-летний спортсмен из Нижнего Новгорода Денис Бушуев вышел на улицу с плакатом «Нет войне, нет безумию». За это он получил штраф, а спустя четыре дня молодого человека вызвали на ковер в местное училище Олимпийского резерва. Издание «Медиазона» опубликовало запись профилактической беседы. Сотрудницы учреждения посоветовали школьнику сходить в госпиталь, где лежат, цитата, «наши кастрированные мальчики». Сегодня. Пришла полиция в квартиру, ну, забрали его. Еще более шокирующая история произошла с семьей Маскалевых в Тульской области. Школьница Маша год назад нарисовала на уроке антивоенный плакат. После этого у Маскалевых начались проблемы. С девочкой провели беседу сотрудники ФСБ, а на ее отца Алексея, который воспитывает дочь один, составили административный протокол о дискредитации. В декабре к Маскалевым нагрянули с обысками. Отца забрали на допрос в ФСБ, завели уголовное дело, а Машу отправили в приют. Маша так быстро повзрослела за вот этот короткий период времени. Ну, представьте себе, когда сотрудники ФСБ просто вывозят ребенка из школы и привозят на допрос. Причем без представителя, без классного руководителя, без законного представителя. Просто ребенка 12-летнего допрашивали какие-то вот такие вот люди в каких-то там формах, масках и всем прочем. У Алексея при обыске были изъяты все документы на недвижимость, на землю. Непосредственно следствие о рождении на девочку было тоже изъято, то есть у него ничего нет совсем на руках. Мужчина пожаловался, что на допросе его пытали. Били головой об стену и об пол. Маскалев также рассказал, что силовики закрыли его в кабинете на два с половиной часа, включили на полную громкость гимн России и ушли. У отца Маши не выдержало сердце. Ему вызвали скорую. Ну что ж, можно сказать, друг на друга доносить, горячо войну любить. Учат в школе, учат в школе. Учат в школе, я напомню, что история с Машей Маскалевой, которая сегодня утром обсуждалась в нашем утреннем эфире программы «Вот так», так вот на девочку донесла, собственно, учитель изобразительного искусства, когда увидела, какой рисунок девочка нарисовала на уроке. К нашему эфиру присоединяется Данил Кен, председатель Межрегионального профсоюза «Альянс учителей». Обсудим с ним эту тему. Даниил, добрый вечер. Добрый вечер. Я думаю, вы сейчас видели или слышали вот этот материал, который прошел в эфире. Как вы считаете, все-таки это какие-то отдельные события, вырванные из достаточно, скажем так, спокойной и стабильной ситуации, которая царит сейчас в системе школьного образования, или же именно эти ситуации сейчас и создают эту систему? Таких историй, на самом деле, очень много. И в поле зрения СМИ попадают довольно-таки случайные, не какие-то особенно дикие, или где какие-то люди, которые потом имеют какую-то активность, чтобы рассказать журналистам об этом. Это действительно массовые истории. Практически каждый день в стране проходят такие уроки, куда приглашаются военные, какие-то церемонии, где на школы вешают доски памяти погибших военных, в том числе наемников Вагнера. Открывают парты героев, так называемые парты, где якобы сидели эти ученики, когда были школьниками, и тоже в том числе в честь вагнеровцев. Это обычная история. Сейчас в России уже порядка, по-моему, 8 тысяч, например, таких досок и парт открыто. И понятно, что, ну как в целом в обществе есть несколько процентов таких фанатичных сторонников войны и сторонников власти, так эти несколько процентов встречаются и среди учителей. Поэтому вот как показанная видеозапись, где учитель отчитывает ученика за опоздание на урок 25 февраля, но тоже далеко не единичная история. Ну мало того, что она отчитывает, она еще там ему и пальцем в висок тычет, что, в принципе, ну вообще, скажем так, с европейской точки зрения абсолютно неприемлемо. А не такое поведение, не вообще какое-то использование физической силы. А это можно, в общем-то, трактовать как использование физической силы. Есть ли у вас какие-то данные, например, от родителей вообще? Как они реагируют на вот это все происходящее? И что они делают? Ну, у России есть такая специфика, я думаю, что понятная, наверное, во всех бывших странах СССР, что в России практически монополизирована сфера образования. И у людей, которым не нравится, что так происходит, а это, конечно, миллионы семей, у них практически нет выбора, потому что частное образование – это очень такая маленькая ниша. И в большинстве регионов России у абсолютного большинства людей, конечно, нет денег на частные школы. Они вынуждены либо забирать детей вообще на домашнее обучение, либо вводить в государственную школу. И мы стараемся поддерживать и помогать таким семьям не только учителям, но и родителям школьников и школьникам, которые против пропаганды. Мы вооружаем их аргументами о том, какие законы при этом нарушаются, как себя лучше вести с администрацией школы, с учителем, шаблонами жалоб и шаблонами об освобождении от этих уроков, потому что часто они являются так называемой внеурочкой, то есть их нет в образовательной программе, и их посещение является добровольным. И в том числе помогаем вот в каких-то таких диких историях, когда штрафуют учителей за отказ заниматься пропагандой либо за какие-то антивоенные и антипутинские высказывания. Помогаем, даже у нас были случаи, когда мы школьникам помогали отменить тоже незаконные просто двойки, поставленные за отказ делать какие-то такие пропагандистские задания. Ну, конечно, очевидно, что в России много-много миллионов людей, которым все это очень сильно не нравится. Даниил, как вы можете описать, скажем так, атмосферу, которая царит, собственно, вот в педагогических коллективах, потому что сейчас вы сами говорите, есть какой-то процент учителей, который проявляет такую некую инициативу снизу, выступая за войну, но есть в то же время ведь учителя, которые выступают против войны и стараются как бы всеми силами где-то и с детьми это прорабатывать, где-то игнорировать вот эти вот указания сверху. Как им сейчас удается сосуществовать вместе? Я сразу оговорюсь, что я уже два с половиной года не работаю в школе и год назад уехал из России, поэтому мои какие-то впечатления основаны просто на общении с людьми в профсоюзе. Атмосфера в школах довольно-таки подавленная, депрессивная. Люди стараются в основном не обсуждать вообще политику происходящей события, либо делают это в очень ограниченном круге людей, которых они рассматривают как единомышленников, ну потому что понимают, что это такая опасная тема, есть какие-то инциденты с доносами, с давлением, с увольнениями нелояльных учителей. И в основном вот такой саботаж и недовольство, о котором я сказал, которого много происходит таким образом, что просто учителя сами один на один с учениками во время уроков, когда никто их не слушает из администрации, когда нету какого-то контроля за ними, стараются опускать все политические, пропагандистские, милитаристские темы, которые присутствуют в методичках, и просто вот проводить такой, ну по крайней мере безвредный урок разговора о важном. Но в целом еще есть такой общий контекст, что на протяжении уже десятилетий учителя были такой особенной профессией, довольно-таки сильно униженной и бесправием, и принуждением к политической лояльности, к выполнению какой-то черновой работы, от фальсификации выборов до какой-то незаконной агитации, участия в провластных митингах и так далее. В целом это такая очень бесправная, униженная категория людей в России, к сожалению, к огромному. И сейчас понятно, что когда идет война, и все, кто нелоялен, отвергаются большим риском, а атмосфера в школах, ну такая довольно-таки напряженная. Вот эта вопиющая, на мой взгляд, история с Машей Маскалевой, я думаю, она вам тоже известна, когда учительница донесла на девочку. Мы слышали об историях, когда ученики доносили на учителей, но тут получается такой обратный эффект. Вот на ваш взгляд, что педагога заставила это сделать? Страх, что, скажем так, если она этого не сделает, то на нее донесут, что на ее уроках такое происходит? Или же это все-таки какая-то такая вот идея внутри нее сидит? Ну, подобная история тоже уже была не первая. Тут она особенно, конечно, дикая, потому что, ну вот с этим обыском, с тем, что пускай домашний арест вынесен ее отцу, была история, когда непосредственно школа доносила на родителей, которые писали заявление о том, что ребенок не будет посещать эти уроки, и там тоже было административное дело, но наказание в виде предупреждения, то есть, по сути, никакого наказания нет. Есть сейчас история в Карелии, где тоже мама школьницы, работница бюджетного учреждения написала заявление о том, что освобождает своего ребенка от посещения вне урочки. И директор школы написала в Карельское управление ФСБ, и в итоге эту женщину тоже из ее учреждения уволили. Вы знаете, ну понятно, что вот эта тема доносов, такие истории, когда все это заканчивается какими-то увольнениями, административными, уголовными делами, попадает в СМИ, постоянно вот в российском таком информационном поле присутствует, но при этом, если мы говорим о всей стране, где миллионы людей, в том числе на работе, в разных обстоятельствах с подчиненными, с начальниками, с коллегами, с родителями, обсуждают какие-то политические вопросы, так или иначе этого касаются, все-таки количество этих случаев относительно небольшое, их за год, может быть, было несколько сотен, может быть, тысячу случаев. Поэтому я думаю, что, в принципе, тема доносительства, она так в целом преувеличена, и массово такого явления в российском обществе нет. Ну, а когда это происходит, конкретно в этом случае, насколько я понимаю, там была очень-очень уже пожилая эта учительница, ей было за 80, она сразу после этого уволилась. И особенно когда человек в таком возрасте, как-то сильно гадать, что это безумие, подлость, страх, не хочется. Но, конечно, в целом, человек, который не совершает такой донос, если он является административным работником, например, директором школы... Даниил, у нас, к сожалению, буквально несколько секунд осталось до конца эфира, поэтому я попрошу вас мысль закончить уже. Это такое вынужденное проявление лояльности. Да. Спасибо вам большое за комментарии. Всего вам доброго. Даниил Кен был с нами на связи, представитель межрегионального профсоюза Альянс Учителей.